Правонарушения лучше предотвратить, чем затем устранять их последствия. Над решением проблем по профилактике правонарушений в нашем районе упорно работают. Итоги работы отделов МВД Таманской зоны за 9 месяцев текущего года были озвучены на межрайонном совещании, которое прошло в нашем городе. Подробности в следующем репортаже. На совещание по вопросу о результатах деятельности администрации муниципальных образований и органов внутренних дел Таманской зоны в сфере профилактики правонарушений по итогам 9 месяцев 2019 года приехали заместители глав администрации, начальники отделов по организации деятельности участковых уполномоченных полиции 7 районов. Заместитель начальника управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Александр Усманов, основываясь на реальных фактах и цифрах, проанализировал профилактическую работу в районах, представители которых собрались в зале Славянской администрации. Он прямо указывал на имеющиеся недостатки с тем, чтобы были приняты меры по их устранению. В частности, он подчеркнул важность трудоустройства граждан, что способствует их социализации. За 9 месяцев текущего года служба занятости территориальными комиссиями по профилактике правонарушений всех муниципальных образований в Таманской зоне было направлено в 388 граждан. Из них только 93 человека трудоустройства и всего лишь 24%. Прекрасно знаете, что это одна из основных проблем. Из доклада заместителя главы Славянского района по вопросам казачества Александра Заволоки собравшиеся узнали о том, что сделано в плане профилактики правонарушений с января по конец сентября. 456 граждан были приглашены на заседание территориальных координационных комиссий с тем, чтобы предостеречь их от противоправного поведения. В районе есть 15 народных дружин, где задействовано 116 человек. Профилактике надо уделять больше внимания. В этом направлении будем стараться работать немножко получше. Что касается вопросов о взаимодействии с правоохранительными органами и оказания помощи в ремонте участковых пунктов полиции. У нас активная работа шла в 2018 году. Был сформирован трехлетний план, по которому мы поэтапно выполняли работы. Совещание было полезным для всех его участников, поскольку позволило сверить часы общей, очень важной и нужной работы с тем, чтобы ее активизировать и улучшить. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.